Человек, который произносит, для того, чтобы человек начал нормально все воспринимать, требуется не так много времени. Потому что если бы на это уходило тысячи часов, конечно, никто бы этим не стал заниматься, и я бы сам не стал заниматься. Но я уже потратил тысячи часов, потому что я эту информацию собрал по крупицам. Для того, чтобы... Называется, if I'm not mistaken, если я не ошибаюсь, Google, OK. Next. Ситуация. Досмысленный английский. Если вы говорите... You may be right, sir. You may be right, sir. Слитно. Получается, может быть, вы и правы. Скорее всего, что вы правы. Если вы говорите растянутая, как обычно говорят иностранцы, you may be right, раздельно, sir. Даже правильно произносят слова. Вы же говорите опять... Ну и тупая живая скотина, господин. То есть, это все. Все преподаватели, почти все. Есть интересные, правда, в кавычках, экземпляры. Например, преподаватели, преподаватели, преподаватели фонетики Удмуртского университета в Ижевске, который посылает своих выпускниц ко мне в Нью-Йорк, чтобы они поставили себе правильное произношение. Или там из Владивостока кто-то, да? Или из МГУ. Это нормальные, толковые люди. Сами не умеют ставить, базы нет. Базы нет и быть не может. То есть, или учат, проговаривают раздельно, все слова неправильные. Все. Потому что человек и рынок требуют, чтобы человек хоть как-то начал разговаривать на каком-то мусоре. Говорить хоть что-то. Тот факт, что после этого превращается в некое подобие англоязычного пролетария, который, родившись в стране и даже находясь между аристократами, все равно никакой нормальной английский выучить не может. По причине того, что он даже не может научиться повторять за носителями собственного языка, которые разговаривают более благородным образом. О чем и написала перед началом моего выступления госпожа Уколова о том, что она попыталась по моему совету почитать с величайшим диктором МХАТ, Юрием Самойловым, мастер и Маргариту. И попала. То есть попала на собственном языке. Что тут говорить об английском? Так вот, для того, чтобы сформировалась нормальная база, нужно обучать следующим или учиться следующим образом. На первую фразу, на первое слово тратим 20 минут, на второе 19, на третье, ну и понятно. Потому что, чем дальше идем по фонетическим хиперсплетениям, тем меньше остается неотработанных сегментов. То есть один раз освоив, что это ама, 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 ама. Или вот это ама, тоже произносится ама. Людьми на улицах, да, не удивляйтесь. Я знаю, что это невозможно и смешно звучит, конечно. Или вот это тоже ама, 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 например. Это я вам показал крайнюю степень вот этой базы, сегмент такой деформации, уже деформации даже, потому что пишется и что произносится. То есть вообще не то, которое и не может быть создано до сих пор англоязычными товарищами. В других языках что-то подобное может работать, в английском, к сожалению, нет. Потому что сама структура языка подразумевает большую вариативность проговаривания вот этих всех сегментов и склеивания. Малюсенькие словечки, склеиваемые и произносимые разным образом, это и есть основа разговорного английского языка фактически на любом уровне. Просто разница между пролетарием и аристократами в основном заключается не только в манере поведения, там этот ведет себя недостойно, а там все благородные, но или жесты, мимика. И основное, на чем зиждется разница, это проговаривание. Это проговаривание. Все правильно. Или I'm going home, например. I'm a home. То же самое. I am. Это то, что народ проговаривает. Весь. То есть дети аристократов не смогут общаться на улицах и будут вынуждены изолировать себя от общества, если они не будут понимать и даже пытаться разговаривать, как разговаривает простой народ. Вот это то, что изменилось. То есть если раньше, это в 20 веке произошло, если раньше аристократия ни за какие коврижки не разговаривала с мужиком, фу-фу, мужицкий дух, как Папа Яга прямо, вот, мужицкий дух, то они постепенно начали по теории конвергенции того же Киссингера постепенно делать вид, что они равны народу, только у народа мало денег, а у этих много. Народ не глупый, он это все прекрасно понимает, но когда он начинает сильно задумываться на эту тему, почему я бедные, а не богатые, 2% владеют всем, 98% всего, эти им дают таблетки. То есть они впадают в депрессию пролетарии, которые плохо разговаривают, плохо общаются, то есть не точно понимают. Основная разница между пролетарием и аристократом, врач, юрист, парламентарий, лорд, это точность понимания и точность передачи информации. То есть они более совершенные биокомпьютеры.